Костромская область – единственный регион, где партии РПР Парнас удалось принять участие в выборах. И хотя она в итоге не набрала и 3%, даже этот факт, похоже, был воспринят властями как нечто опасное. По мнению эксперта немецкого фонда Наумена, в борьбе с оппозиционерами Кремль стреляет из пушек по воробьям. Против всего нескольких человек используется тяжелая артиллерия. Это говорит о том, что страх перед оппозицией сильнее, чем, на мой взгляд, он должен быть. Я думаю, для России было бы только полезно, если бы в отдельных регионах 2-3 оппозиционера могли бы сообщать о злоупотреблениях, раз уж у власти всего одна партия. По словам наблюдателей, во время выборов была масса нарушений. Подкуп, карусели, подвозы, вбросы, давление на кандидатов, агитация в день голосования. Но главное нарушение было совершено задолго до выборов, когда непарламентские партии не были к ним допущены. Сами правила, по которым проводятся эти выборы сегодня, по сути дела, выхолощивают сам смысл этих выборов. Ну, оно действительно избирательное право у нас в этом смысле, да, с точки зрения не только того, что оно регулирует избирательный процесс, но и с точки зрения того, что оно позволяет избирательно подходить к реализации этих норм. И вот такая избирательность в применении, она опять же создает неконкурентную среду, неравенство и, по сути дела, лишает избирателя реального выбора. Но есть и позитивные итоги. На этих выборах в целом было много наблюдателей, говорит немецкий эксперт. Это значит, что в России постепенно формируется культура общественного наблюдения. Если в России будет настоящая демократия, эта культура ей пригодится, считает Юлиус фон Фрайтек Лорингхофен.